Валерий Курас Снеги Здравствуйте, дорогие ребята! Думаю, что не ошибусь, если скажу, что среди вас наверняка есть девочки по имени Татьяна. Дорогие Тани, вы, конечно, знаете, что сегодня у вас День Ангела. Я сердечно поздравляю вас. Сегодня многие Татьяны спешат в храмы, чтобы подойти в День своих именин к Святой Чаше и помолиться своей небесной покровительнице, мученице Татьяне. А знаете ли вы, чем прославилась эта святая? За что вот уже целых 1700 лет чтит ее церковь? Сейчас я вам об этом расскажу. Много веков назад в городе Риме жила одна девушка. Звали ее Татьяна. И она была очень хороша собой. Многие знатные, богатые, молодые люди сватались к ней, потому что она была не только красива, но умна и рассудительна. И к тому же знатного рода. Но Татьяна отказывала всем женихам и всем отвечала одно и то же. Мое сердце занято другим. Интересно, думали женихи, кого она выберет? Самого богатого, самого красивого или самого умного из нас? И только отец Татьяны знал, почему она отказывает всем женихам. Он знал, что Татьяна отдала свое девичье сердце небесному жениху, Иисусу Христу. И решила никогда не выходить замуж. И Татьяна, и ее отец были тайными христианами. Вы спросите, почему же тайными? Да потому что жили они в языческой стране, в Римской империи, где было принято поклоняться разным богам. Например, богу красоты, Аполлону, или богине охоты, Диане. Христиане же верили в единого, истинного бога. И за это их преследовали и заточали в темнице. Поэтому они вынуждены были собираться для богослужений тайно, по ночам. Татьяна все свое время проводила в молитвах или занималась хозяйством. Но однажды уличный шум заставил ее подойти к окну. «Смерть тирану! Долой император Антония!» – кричали солдаты, бежавшие в сторону императорского дворца. А вечером Татьяна узнала, что в городе случился переворот. Солдаты низвергли императора Антония и возвели на престол нового Александра Севера, которому было всего 16 лет. «Теперь все переменится!» – говорил отец. «Теперь христиан не будут так сильно притеснять!» «Ты так думаешь?» – спросила Татьяна. «Да! Потому что я узнал, что мать нового императора – христианка!» И действительно, с этого момента жизнь времени много изменилась. Теперь христиане могли более свободно исповедовать свою веру. Татьяна, которая давно мечтала служить ближним, стала в христианской общине диакониссой. Так назывались женщины, которые исполняли различные поручения при церкви. Готовили женщин к крещению, посещали больных, помогали сиротам и нищим. Кроме того, они должны были хорошо знать священное писание и основы веры. Татьяна же была умна и образована. Не боялась никакой черной работы. И поэтому, как нельзя лучше, подходила для должности диакониссы. Зная доброту Татьяны, к ней приходили обиженные, всеми забытые люди. «Татьяна все устроит!» – говорили они про нее. И действительно, по молитвам Татьяны все устраивалось самым чудесным образом. Вовремя находились нужные врачи, лекарства, одежда и жилища для нуждающихся. Как будто чья-то невидимая рука подавала через нее необходимую помощь. Когда ее благодарили, Татьяна неизменно отвечала. «Не меня благодарите, Господа!» К несчастью, не все одобряли свободу, которая появилась у христиан при императоре Александре Севере. Один из приближенных императора по имени Ульпиан отличался особой ненавистью к христианам. «Будь осторожна, дочка!» – предупреждал Татьяну отец. Ульпиан разослал повеление, чтобы всех христиан принуждали поклоняться римским богам, а в случае неповиновения предавать мучениям и казни. Но что значит быть осторожной? Сидеть дома, сложа руки? Не показываться на улице? Нет. Татьяна выбрала служение ближним и готова была пострадать ради них, как это сделал ее небесный жених – Иисус Христос. И она продолжала ходить в общину, помогая тем, кто нуждался в помощи. Не прошло нескольких месяцев, как Татьяну схватили. Когда девушку провели на суд, Ульпиан был поражен ее красотой. Ему очень хотелось, чтобы эта красивая, знатная римлянка склонилась перед языческими богами. Но Татьяна была непреклонна. Она с такой любовью говорила об Иисусе Христе, что многие из императорского двора обратились в христианскую веру. Она околдовывает их, решил Ульпиан и повелел отрезать Татьяне ее прекрасные длинные косы. Он думал, что волшебная сила таилась в ее волосах. Наивный человек. Он и не догадывался, что сила эта – любовь Божия, и что ее нельзя уничтожить, потому что она – сердце человека. Тогда Ульпиан приказал казнить Татьяну. Так эта юная девушка прославила свое имя подвигом во имя Христова. Она не склонила головы перед языческими идолами, не предала своего Господа. Вот какая удивительная святая покровительствует девочкам по имени Татьяна. Поздравляю всех именинец с праздником. До свидания, дорогие ребята. И храни вас Господь молитвами святой мученицы Татьяны. Редактор субтитров А.Семкин